На начальном этапе все начинают, да, все наши гребцы и дети начинают подготовку непосредственно в Херсоне. Но, к сожалению, материальная база у нас очень устаревшая. Там последние закупки основные, это были, по-моему, в 80-х годах. То есть на этих лодках, я вот вчера встречался с нашими тренерами, с моим первым тренером. То есть они говорили, что еще они на этих лодках гребли. Ну, это как бы очень и очень прискорбно. Ну, потом, когда дети там чего-то добиваются, начинают показывать какой-то результат, они попадают в сборную Украины, ту же юношескую, юниорскую, взрослую. Но в сборной там, конечно, условия уже немножко другие. Там есть лодки, инвентарь, весла, то есть даже тренажеры, концепты. То есть там уровень другой, там есть возможность тренироваться более на современном оборудовании, скажем так. Сейчас мы с Димой являемся членами сборной национальной Украины, поэтому мы проводим в основном нашу подготовку не в Херсоне. Это может быть как Киев, так и Днепропетровск. Иногда мы выезжаем за границу, то есть когда у нас холодно, зима, мы можем поехать в Италию. Там у них более теплый климат, и у нас есть возможность грести, потому как вода – это неотъемлемая часть для нас, грибцов. Иногда мы делаем лыжные сборы, тоже как и в Украине, так мы можем поехать за границу, в Болгарию. Там очень хорошая база в Бельмикене международного уровня, туда очень многие сборные приезжают. Как и по гребле, так и по борьбе, там много видов спорта. Гимнастика, биатлон, лыжи – очень хорошая база. Но вот единственная проблема, когда мы между сборами возвращаемся домой, у нас просто нет возможности тренироваться на воде, потому как нет лодки нормальной. То есть отбирать лодки 80-х годов у детей мы не будем, и в принципе нет смысла для этого. Поэтому, когда мы в Херсоне, мы просто делаем или штангу, или беговые тренировки, или на каких-то там тренажерах грибных делаем. Но все, кроме воды. Между сборами мы все равно продолжаем тренировки. Мы кидываем объем, мы делаем меньше тренировки по времени, но все равно нужно продолжать себя поддерживать в форме. Нужно отдохнуть в это время, за эти 3-5 дней, которые нам дается отдохнуть, подготовиться к следующему сбору и в то же время остаться на хорошей форме. Ну, попросту говоря, то, что Артем говорил, что выйти на лодках в Херсоне, но есть возможность, конечно, у нас много лодок, но мы не можем на них выйти. Это то, что мы даже, если мы будем грести на них, там другая специфика работы. Там у нас есть определенные технические элементы, которые мы отрабатываем, и которые чеканим просто много лет. Действительно, у нас есть нюансы, которые мы пытаемся убрать много лет. Если мы сейчас выйдем на другой лодке, даже на тех лодках, которые другие, мы попросту это все перечеркнем, и потом придется ехать обратно на сбор и все заново начинать. Потому что здесь даже другие движения будут в лодке. То есть она визуально все одинаково, но если углубляться именно в детали, то там... То есть у лодок другие ходовые качества, у нее другой вес. Там очень тяжело будет делать грибок, прогребать. То есть мы привыкли с одной мощностью прикладывать усилия. То есть на наших лодках херсонских там совсем все по-другому, и мы как бы будем в растерянности. Продолжение следует...